молитесь на тихо сегодня только три поклона земных будет создав имя господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешно и помилуй достойно есть я кого истину положите богородицу присноблаженную пренепорочную матерь бога нашего счастнейших урвем и славнейшего истины серафим безыстрения бога слова рожешую сущую богородицу тебя величаем слава отцу и сыну и святому духу иные присны и вовеков они господи помилуй господи помилуй господи благослови воскрес и измертый господи иисусе христе сыне божий молитва ради при чистой твоей матери силы честного же творящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас яка блага исти и человека любви божьей милостью будем негрешному создав имя господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешного и помилуй царь небесный утешитель дух истины весь десущий и весь мир наполняющий источник благ и податели жизни приди вселись в нас и очисти нас от всякой скверным и спаси благие души наши святые божие святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божие святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божие святые крепкие святые бессмертные помилуй нас слава отцу и сыну и святому духу и ныне и всегда и во веки веков аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый, посети из цели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков, аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сиденье, прости нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава веки, аминь. Встав после сна, мы припадаем к стопам Твоим благе, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Умно, просвети сердце, и открою ста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. И ныне, всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придется идея, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня с спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, развивать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою устамые, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Псалом 148. Аллилуйя. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, им он повелел и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не предет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя! Аллилуйя! Да будут словословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами и наказание над племенами, заключать стареих в узы и вельмоши их в оковы железные, производить над ними суд писанный. Счастья всем святым Его! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его стимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимбалах, хвалите Его на кимбалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мне недостойного уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть в Великой смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшись, скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христи Божия, и спаси меня. Молодыка, человекорюбчив, встал после сна, я спешу к Тебе и помилосердив Твоему, принимая за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и вели в Царство Твое вечное, ибо Ты, источник, ибо Ты, Молит Творец, и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу Твоему в прошедшее время этой ночи, провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всевосущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Божий сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долг земной, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словно мысли, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. Не дары нам с бодрствующим сердцем утрезвенную мысль прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго происшествия ненародного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славуоздать каждому, по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Нему радость и божественный чертог славы Его, где непрестанны голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый ангел, поставленный, блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения уражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и содеял меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного рабату Его. Уныние, озабвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб. избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Ольга, Анатолий, Андрей, Галина, Екатерина, Юрий, Надежда, Рахиль, Сергей, Татьяна, Янис, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силы и креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка и Акима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силу Твоей, дар им здравия, спаси мне души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов, Твоих родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, простим все грехи, вольные и невольные, и даруем Царство Небесное, со святыми покой Христи, души рабов, Твоих прадцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину застойно прославляет Тебя, как Богородица, всегда блаженна и пренепорочна. И Матерь Бога нашего, мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувима, и несравненно славнейшего, нежели Серафима. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевный и телесный успех в трудах. Избавь их от хитрых козних дьяволов, многочисленных соблазнов, от скверных страстей и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро вразумели и усвоили изучаемые ими предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним, и у вас свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Продолжайте. Аминь. Спаси Господи, помилая отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея и Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосимолипия, Андрея, Максима, Владимира, не дай погибнуть Глебу, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический, и иноческий чин, и высшие истинные служители, Господи, как миссионеров, проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дай, еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинств твоих, коснись их сердец, наведи страх твой на них, и через них, Господи, сотвори благое церкви твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Прости, Господи, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованное Тобой таланты. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И сохрани нас и в этот день от всякого рода зла и греха. Господи, защити нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серапиму и сына ее, Владимира, обрати нас там. Благослови Людмилу, любовь, Владимир, Алексея и Иосифа, кричи добрые жители с детьми, знающих Тебя, любящих уставы Твои. И сохрани школу у нас. Благослови Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину и расширь пределы общей, найди новые души. Спасибо, помилуй, Надежда, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Александра, Александра, Сергея, Сергея. Рахиль, Ездру, Самиру обрати, наставь на путь истинный. Екатерину, Екатерину, Галину, и кому возвестили слово истины, ты знаешь, благослови. И семя это додаст добрые плоды в них. Возри на угрозы врагов, на их злодейство. Умягчи их сердца, примири с нами. В судный день непоминимых безумия. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, ты их знаешь, Господи. Благослови благодетелей наших, воздаем добром. Елену, Людмилу, Нианилу, Татьяну, Александру, Евгению, Наталью, Надежду, Георгию, Юрию. Помилуй нас, Господи, избави от пьянцев Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря и найди все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марии и Татьяну. И Романа, избавь от духа лжи, не дай ему погибнуть в упрямости, в упорстве, превозношении, высокоумии. Благослови путешествующих и возврати их. Раису, Льва, Виктора, Виталия. Виталия, Никитидару и духовное рождение, истинный смысл жизни. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, посети болящих, дай силу перенести страдания, безропотно, и пошли мы исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежду, Татьяну, Татьяну, Валентину, 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 Анну, Александру, Младенца, Анастасия, Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу нам. Слава тебе. Сохрани наше сокровище в интернете. И книги здесь и в пути. И трудящийся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, благослови помогающих, Андрея, Андрея, Валентина, Вячеслава, Дмитрия, ты знаешь их всех, Господи, воздай им добром. И обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, и нас помилуй, милости Твоей, я ради. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, защити место сие, дабы чуждо не могли и приблизиться к Нему. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, слава Тебе, наш Бог Егова, Авва, Отче, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава, его Аллилуйя, слава Вышнею Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Господи Божий мой, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви. Аллилуйя! Господи, воздай милостями всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Мария, Стефана, Александра, Михаила, Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Господи, воздай добром тем, кто помогал нам в путешествии нашим. Павла, Зинаиду, Владимира, семейство ее, Дмитрия, Сергея, Людмилу, Надежду. Благослови их, Владыка. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя и за эту ночь. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И душу мою проведи, по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и доволен, никогда не роптать, никому не завидовать, и быть во всем экономным. И не страшить состарей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога на святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездрани, Емя, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иль, Оси и Аиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Игнафан, Данил, Отрок и Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь церковь духом пророческим, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серапимы, все небесные силы, престолы Божии, предстоящие, святые апостолы, Петер и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарут Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, Философ, Касмай, Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру у старших родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере. А замысли ретиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фекла, первомущенница, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливости. И сохрани, Господь, от всяческого поругания. Исправьте покоримость Галины, семейства Евгении, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Арина, Юлия, Елена, Людмила и Анна, И прими нашу молитву в изъяние рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Божий всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Мы просим во имя Иисуса Христа, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам, молиться о них. И благослови в этот день Алексея в пути и предстоящую встречу. Все да будет по воле Твоей, дабы Дух Святой изрек необходимое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. И сегодня не считается, Господи, Владыка, живота моего. Поэтому доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы приехали к субботе. Я тут отойду еще, я тут не нужен. Сергей, пожалуйста, там какой материал следующий? По порядку считайте его. К следующей встрече ты это, к вечеру-то все продумай так. Никаких опозданий. В аэропорт приехай раньше, хоть на полчаса. Потому что где-то какая-то задержка. Не надо впритык. Время так вот. Минуты не хватило и все. Поехать раньше надо. Ведь здесь тоже прийти нам везде нужно будет раньше. И там, когда будет беседа, я своих предупрежу, нигде не встревать, как будто вас нету. Вы всего лишь технические работники. Чтобы не жалеть. Не скажешь, говорит, один раз пожалеешь. А скажешь, сто раз пожалеешь. Так что будьте внимательны. Кого знаете, всем сообщите. Эта встреча будет очень далеко известна. Тем более, такую дали лететь. Четыре с лишним часа. Три тысячи триста километров. Специально едет. И другой цели нет. Только для беседы. У меня первый раз такое есть. Это мы едем куда? Тут мы уже привыкли к этому. Мы за 120 тысяч километров заехали. А чтобы тут ради того, чтобы взять интервью, это уже, ой-ой. Это не оправданно ничем будет. Если только мы потеряем нить. Заранее нужно знать. Сообщите всем, кто может, чтобы молились. Вот это у нас и будет молитва по соглашению. А об этом будет вопрос. И нам легко сказать будет, что как раз в данный момент эта молитва совершается. Поднимите всех больных, слепых, хромых. И скажите, сегодня встреча у нас, чтобы Господь умудрил. она не длинная, полтора часа будет, а потом пресс-конференция. Ну, как у них намечено, это план, а как будет дальше, то мы не знаем. Чтобы ничто человеческое, мирское, не погасило главную цель. Потому что в разговоре мне придется коснуться лично его. Потому что у него все на живую нитку, говорит, на живулина. А его там одобряют, вокруг него там такую устроили компанию. Он заботится, он не скрывает этого. Мне, говорит, чтобы больше было там и дизлайков, больше посетителей и прочее. У нас задача не во множестве, а быть верными, возвестить истину Господнюю. А ему о Христе практически никто ничего не говорит. Я все внимательно смотрю, все ролики его просматриваю, которые сейчас ставят. И он даже название сменил. И все еще это, ну, только профессионал, как он работает. К спасению души это, может, никакого даже прикосновения не имеет. Я имею таких встреч сотни, если не тысячи. И, несмотря на это, вот такой первый раз, чтобы такую даль летел, заранее договорился со студией, никому ночевать не идет, сразу он заказывает, или уже, наверное, заказал в Алтае гостиницу. Понимаете, это у нас не было такого, чтобы к нам кто-то приезжал и в гостиницу пошел. Ну, приезжал, когда мы знаем, готовимся. Не просто кто-то с улицы незнакомый. И вот как это будет? Это беспокойство, потому что речь будет идти не о двух людях. У нас только посещаемость сейчас, это просмотров, 34 миллиона на нашем Ютубе. Миллиона. 30, теперь уже 34, тысяч, или 35 даже, тысяч подписчики. то есть, вот вчера я говорил, который там заходил на меня, муж с женой-то. Вы кто-то смотрел этот ролик? Смотрели. Видите, как они расположены. Они буквально плывут в этом счастье. А мы не знаем даже этого. Вот мне постоянно это звонят. Вот вчера, сегодня, ночью, связь установить. По телефону нельзя. По телефону, согласно тех данных, которые есть, я этому верю. Нужно говорить не больше двух минут. И чтобы таких в общей, при максимальной нагрузке, не больше десяти встреч было. Не больше, поэтому телефонный разговор я прерываю. Больше никак нельзя. Мозги спекаются. А вы чувствуете это? Конечно. Я положил, ну куда положить-то телефон-то? Мне надо, чтобы он затрёсся. Я не слышу звук-то. Я его кладу в нагрудный карман и положил слева. Пошёл в баню и чувствую, сердце моё задыхается в бане, в Потеряевке. Я тогда взял его, переложил направо. Больше ни разу не было. То есть, телефон этот, что приносит, какой вред, говорят, примерно через три поколения только выявится. По-настоящему ничего не знаем о нём. Ложишься спать, чтобы он у тебя не рядом лежал, не под подушкой. Вот какое дело-то. И хороший прибор придумали, ну а по-другому как. Это же космическая связь пронизывает. Во время грозы никогда не разговаривать. Сколько раз было. Телефон говорят, гроза идёт, и молния сразу его убила. В этом тоже что-то есть? Я не исследовал, не знаю. И вот мы просим молиться. А что Бог не услышит? Не надо так рассуждать. Апостол Павел говорит, и молитесь обо мне, дабы по ходатайству многих я был возвращён вам. Апостол. И он не надеется. И при том, мы это видим, я это буду говорить, и в Ниневе было, и когда Исфирь боролась вместе с Мардахеем, и что? Победили врага? Весь народ израильский подняли. Поститесь все. Пост и молитва. Не просто поститесь и играйте. Пост и молитва, они неразрезанно связаны. Ну всё, отошёл. Господь говорит, пастыри отпали от меня. Иеремия 2.8 Пастыри сделались бессмысленны. 10.21 Множество пастырей испортили виноградник. 12.10 А они хвалятся ризами, дипломами, митрами. И видели бедственнейшее положение этих пастырей только отдельные люди, как Серафим Саровский, молившийся о них. Настольная книга священнослужителя, том 3, страница 601. Цитата. И Господь открыл мне, что будет время, когда архиереи земли русской и прочие духовные лица уклонятся от сохранения православия во всей его чистоте. И зато гнев Божий поразит их. И сказал Господь, что не помилует их, ибо будут учить учениям и заповедям человеческим. Сердца же их будут отстоять далеко от меня. Большая часть священников погибает, предупреждает Иоанн Златоуст. Но и эти грозные предупреждения не повлияли на тех, кто рвется к алтарю или уже кощунствует в сани, дискредитируя самые основы веры, без приготовления допуская людей до причастия, до крещения, которые превратили в мочение лбов, говоря, что погружение при крещении это всего лишь традиция, забывая, что главнейшее при крещении есть. Ой-ой-ой. Да что ты, Господи помилуй. И туда нажал, и все. Плохо с интернетом. Добавил с мочкой. Спасибо. Плохо с интернетом. Большая часть священников погибает, предупреждает она златоуст, но и эти грозные предупреждения не повлияли на тех, кто рвется к алтарю или уже кощунствует в сане. Дискредитируя самые основы веры, без приготовления допуская людей до причастия, до крещения, которые превратили в мочение лбов, говоря, что погружение при крещении это всего лишь традиция, забывая, что главнейшее прикрещение есть троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Опыт христианского катехизиса, митрополита Антоний, страница 73. Этих пастырей унесет ветер гнева Божия, всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Иеремия 22.2, Иезекииль 34 глава. Эта глава есть поэма Аксиас современным пастырем. На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу, ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего набраний. Захария 10 глава, 3 стих и 1 глава. Если будет на земле суд за распад личности, за уничтожение России, то на первой скамье подсудимых священники и учителя, а потом уж прокуроры, судьи и продавцы. Что такое священство и каким оно должно быть и есть? Что об этом говорят святые отцы церкви? Лично для себя священник не может совершить ни одного таинства, кроме Евхаристии. «Когда священник призывает Святого Духа и совершает страшную жертву и часто прикасается к общему всем владыке, тогда скажи мне, с кем наряду поставим его, какой потребуем чистоты от него и какого благочестия?» говорит Златоуст. Еще цитата. «Священство духовное имеют все христиане. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» 1 Петра 2.9. Цитата. Откровение. Откровение. Пятая глава. Девятый, десятый стих. Такому священству сообразны бывают и приношения, а именно молитвы, благодарения, умерщвления плоти, предания себя на мученичество за Христа и другие сим подобные. Церковь времен апостолов не знала деления на клириков и мирян в нашем смысле, как и не содержала самих терминов этих. Но священство было и тогда. Цитата. «Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». «Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различия духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос». Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. «Где и кем совершалось бы у нас таинственное и горе возводящее богослужение, если бы не было священства?» Григорий Богослов. Еще цитата. «Великое это таинство совершают люди, но они поставлены распоряжаться небесным. Они получили власть, которой не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Один только священник имеет право предлагать чажу крови». Иоанн Златоуст. Еще цитата. «Пресвитеры ложны быть благосердны». Может быть, должны здесь. «Милостивы ко всем, чтобы обращали заблудших, посещали больных, заботились о вдовах и сиротах, воздерживались от гнева, мщения, заискивания и несправедливости в суде, удалялись от всякого сибролюбия и не были легковерны к наговорам на кого-либо по лекарму Смирский 80-169 годы». Святитель Ириней Леонский 130-202 годы рассуждает о том, какое тяжкое наказание ожидает плохих пресвитеров и как высоко нужно ценить истинное пастырство. Убеждают удаляться тех, которые, будучи многими почитаемыми за пресвитеров, служат своим похотям, хотя кажутся имеющими страх Божий в сердцах своих, но уничижают других, гордятся своим старшинством и скрыто делают зло. «Святой Ириней учит иметь общение только с теми, которые хранят учения апостолов и, исполняя обязанности пресвитера, предлагают учения здравые и ведут бессоблазнительную жизнь к утверждению и исправлению прочих». «Каждый удостоившийся священства должен служить только алтарю и жертвам, заниматься только молитвами и молениями и не оставлять церкви для занятия земными и мирскими делами, но трудиться денно и ночно для дел небесных и духовных» Киприан Карфагенский, 258 год. Далее цитата «Мне стыдно за других, которые, не будучи ничем лучше прочих, с неумытыми руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело и прежде, нежели сделались достойными приступить к священству, врываются в святилище, тесняться и толкаются вокруг святой трапезы, как бы почитая сей сан не образом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета». И такие люди, скудные благочестием, жалкие, в самом блеске своем, едва ли не многочисленные тех, над кем они начальствуют, не знающие ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не зная учить, а потому брать на себя труд учить, пока сам не научился достаточно, и по пословице «на большом глиняном сосуде учиться делать горшки», то есть над душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям, крайне неразумным и дерзким. Григорий Богослов, 329-389 годы. Еще цитата. Продолжение. «Прежде, нежели узнают наименование священных книг, и научатся распознавать письмена и писателей Ветхого Завета и Нового Завета, и едва только затвердят два-три слова благочестия, и то понаслышке они из книги, как уже считают себя мудрыми, и книжниками, и законниками, и желают, чтобы другие люди звали их учителями. Положим, говорит он, что иной не порочен и взошел на самый верх добродетели. Все еще не вижу, каким запастись знанием, на какую понадеявшись силу отважится он на такое начальство. Ибо править человеком самым хитрым и изменчивым живым существом действительно есть искусство из искусств и наука из наук. А для этого столько требуется ума, какое надобно тонкое и глубокое знание природы и души человеческой, какая проницательность, сколько опытности. Вот почему не нужно искать священство в молодости. Вот почему церковь определяет для вступления в священство известный возраст, ранее которого принимать сан не позволяется. В диаконы не ранее 25 лет, в священники не ранее 30 лет. Шестой Вселенский Собор, правило 14-15. Об этом подробно говорит в трех книгах о должностях священнослужителей Амбросий Медиаланский. Вот четыре качества, которыми должны обладать они. Мудрость, справедливость, мужество и воздержание. Святой Азлутоуст 350-407 год состоял в звании дьякона в Антиохии и, желая избежать пресвитерского и епископского служения, написал в свое оправдание шесть слов о священстве. Священник должен во всем столько превосходить всех, за которых просит, сколько защитник превосходит защищаемых. Душу священника обрывают волны, сильнейшие тех, которые ветром поднимаются в море. И прежде всего видится огромная скала тщеславия, любовь к похвалам, желание чести, неразумные и вредные почести, благосклонности, робкий страх, отсутствие дерзновения, великий вид смиренно-мудря, в котором истины нисколько, устранение обличений, эпитемии или, лучше сказать, применение их даже выше меры к людям незнатным. А перед людьми, облаченными властью, несмелость не позволяющая и рот открыть. Пороки священников могут быть и скрытыми, но хотя бы они были и малы, скоро делаются известными. Грехи обыкновенных людей, как производимые во мраке, губят одних согрешающих. А порочность значительного и известного многим мужа наносит общий вред всем. Еще цитата. Для священства должна быть избираемы такие души, какими благодать Божия некогда показала в Вавилонской печи тела святых отроков. Знаю многих, подвязавшихся все время, изнурявших себя по стол, пока они могли быть в уединении и заботиться о себе, угождали Богу и каждый день успевали в любомудрии. А когда, встав в толпе, принуждены были исправлять невежество народа, тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу, весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим. Итак, рукополагающему следует подвергать большему испытанию рукополагаемого, а еще больше самому рукополагаемому следует испытывать самого себя. По причине неопытности одного много людей доводится до последней погибели. Кавычки закрыты. По слову Златоуста, священник должен быть человеком образованным, особенно же сведущим в священном писании. Блаженный Иероним 340-420 годы в своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. В службе Христовой не ищи мирской прибыли. В противном случае и о тебе будут говорить. Они сеяли пшеницу, а пожали терные. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдите же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Иеремия 12.13. Еще цитата. Клирика, который занимается торговными делами, из бедняга стал богатым, бегай как язвы. Священник, заботящийся о собственном обогащении, делает себе бесчестие. Иероним советует по возможности избегать даже подарков. Что польза, если ты не имеешь скромного, а между тем выбираешь себе лакомые явства. Поверь, самый строгий пост там, где хлеб и вода. Читай как можно чаще божественное писание, или лучше не выпускай из рук священных книг. Чему ты должен учить, тому научись сам. Берегись, чтобы поступки твои не опровергали твоих слов, чтобы в то время, когда ты проповедуешь, в церкви кто-нибудь про себя не сказал о тебе. Почему же ты сам не делаешь так, как учишь? Слова пресс-фитера должны быть украшены словами писания. Я не желаю, чтобы ты витийствовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отчета. Все имеющие власть, прежде всего, должны обращать внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения себе. Григорий Двоеслов, правило пастырское, 604 год. Ученик Сесоя Великого, 6 июля, не мог добиться разрешения от своего учителя на свое рукоположение, и тайно ушел. По пути его встретил дьявол и едва не умертвил, обнимая, прикидываясь, то женщина и то чудовище. Сколько семинаристов сегодня были бы до вступительных экзаменов остановлены? Дьявол обещал ученику тому, что если будет слушаться дьявола, то он сделает его епископом. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Матфея, 9 глава, 38 стих. Что дальше, Игнать Тихонович, а церкви читать или сегодня закончим? Сейчас. Я об исповеди закончил, тут дальше материал о церкви. Нет, я думаю о церкви начать с новой. На сегодня тогда еще нет. Еще нет. Давайте будем расходиться тогда. Так, я хочу спросить, кто-то остался еще? Не все разрушились? Да многие остались, конечно. Тогда какие наказаны, давайте, скиньте здесь, какие бы... Что-то сказать хотели, чтобы я озвучил это. Я озвучил. Какие пожелания там и прочее. Потому что, ну, это не каждый день такое бывает. Можете сказать сейчас, что бы хотелось вам услышать там. У нас такие материалы, которые прямо говорим, что нигде их больше нет. Они это все спрячут. Вот что Серафим Царовский сказал о священниках. Они никогда это не считают, они прячут. И они говорят, когда никого не судите, это означает, не трожьте попов, а то зубы выбью. Забывая, о чем вот сейчас мы считали. Это полное неверие. Если бы он верил, что отвечать надо за пасту, за каждого, а то моя канадническая территория. Вот я где нахожусь, рядом дома, ни в одном, ни разу. От создания мира не было ни одного попасть здесь. И все равно это его территория. Он на карте написал, а дальше гуляет. Сегодня, кажется, в чатрулетку зашел только два или три человека. И каждый говорит одно, ходил бы в церковь, как бы не попы. Щеки-то, говорит, на коленях лежат. На каких машинах ездить? Я, говорит, все равно работаю, нефть добываю, не могу себе позволить это купить. Самое главное, это Андрей Кураев говорит, церковь была гонимой, такое было. Но чтобы так презираемая была, этого нет. Этого никогда не было. Довели до самой низкой точки авторитет церкви. Пьяные священники давят прихожан насмерть. Внутри города 140 километров гонит пьяный поп. Сразу двоих работников на дороге задавил. И все это снято. Все подкуплено. Им рта раскрыть не надо. Но они неверующие. Пираты захватили корабль. Запомните это слово. Церковь корабль. Это пираты. Я не говорю о всех, конечно. Но тех, которые поднимаются. Вчера опять какого-то нашел. Мне подсунули. Он сидит там. Какие старцы, лжестарцы. Вот сидит он. Ну, что тебе сидеть-то? Ты иди. Нет, вот Игнатий не так, Игнатий не так. Если меня спросит, такого не будет, как с вас. Я отвечаю за печи. Дымят они или нет. 40 лет печи делал. Сторожем был. Своровали у меня или нет? Или я переловил всех воров? Вы на своем поприще посмотрите, что народ ничего не знает. Я это должен буду сказать хотя бы кратко. Потому что столь много всего и полтора часа тут ничего не скажешь. Так что всех поднимайте на молитву. Чтобы как-то Господь позволил, ну, все, как должно было быть. Я тогда отхожу, если не нужен. Все, выключаю. Поважаю Господню. О наших занятиях нужно обязательно сказать о этих. Слышите, Игнатий Тихонь? Нет, не слышу. Обязательно нужно сказать о этих занятиях, которые вы ведете в скайпе. Хорошо. Чтобы священники подключались и учились, желающие учить, а не наживаться. Правильно. Болячая говорила, батюшек речи текут, а людей не берегут. Речь это речи. Надежда Благодатская голос подала. Да. Да, да, ладно. Всего вам. Да, слава Христу. Богословен. Ну что, ничего нет? Я отключу сейчас. Храни вас Господь, Игнатий Тихонович. Спаси Христос, Борис Семенович. Это Сергей Игнатов. А, Сергей Игнатов. Я не расслышал голос. Я не вижу, кто говорит-то. Ну все тогда. Помоги вам, Господи. Аллилуйя. Помоги, Господи, вам, Игнатий Тихонович. Стоящий день. Я давно на радио нигде не бывал. А раньше каждую неделю три программы вел. Одна была часовая онлайн, как называют сегодня. Коммунисты роптали, кричали. Ни одному депутату, губернатору столько времени выпускают, как Лапкину. Ну и закрыли. Но у меня уже другое поприще теперь здесь. Сейчас рулетка ждет меня. С Богом. С Богом.